Приветствую вас. Очевидно, что ваш ребенок переживает последствия страха, переживает какие-то негативные эмоции по поводу определенного аффективного переживания. И я бы сказал, что на данный момент у него есть, так скажем, комплексообразующая ситуация. То есть, я бы сказал даже комплексо-генная ситуация. В связи на это вот всем. Дело в том, что ваш ребенок явно пережил какой-то стресс. И этот стресс, он повлиял на ребенка определенным образом. То есть, как понять, повлиял? Повлиял на ребенка таким образом, что он стал бояться определенных вещей. Стал, например, вот как вы пишете, бояться болезни. Но вы же, наверное, понимаете, что просто так это не появилось. Что-то заставило вашего ребенка обратить на это внимание. И вот задача ваша в том, чтобы увидеть, определить, что именно заставило его обратить на это внимание. Какие события повлияли на вашего ребенка? Значит, какие обстоятельства заставили вашего малыша думать о таких, ну, вообще-то говоря, не самых лучших и не самых приятных моментах, как болезнь людей. Почему он начал бояться, что, например, вы умрете или если там кто-то из его родных умрет, какое-то событие в жизни у него произошло, и у него не было возможности пережить его правильно. И он нуждается в вас для того, как раз, чтобы правильно его пережить. Я бы даже сказал так, чтобы получить о нем верную, адекватную информацию о том, что его беспокоят сейчас, на данный момент. И вам нужно, ну, во-первых, я уже сказал, да, найти причину, так называемое первичное обстоятельство, которое заставляет вашего ребенка спрашивать вас снова и снова про это, заставляет ребенка возвращаться снова и снова непосредственно вот к этой теме, да, и помочь ему для себя это объяснить. То есть, помочь ему лучше понять, что происходит, помочь ему лучше увидеть причинно-следственные связи между, например, болезнью и, так сказать, реакцией на ее человека. Ну, это да, просто в качестве примера, то есть, не стоит здесь воспринимать это буквально. И дальше вам нужно внушить ребенку правильные, адекватные понятия относительно того, что с ним, например, произошло. Чтобы у ребенка отложилось правильное понимание, а не ложное, чтобы у него не было комплекса. Потому что здесь, на самом деле, довольно легко человеку навредить, довольно легко сделать плохо человеку, потому что, ну, достаточно неверное понятие ребенку дать, и он будет думать уже неправильно, а значит, вот, искаженная линия поведения, искаженная модель поведения будет продолжаться, И жизнь вашего малыша улучшаться, как таковая, не будет. И так будет развиваться, так будет шериться, пока не будет превращен ребенком, или не будет развит ребенком в фабическое расстройство. Мы этого не хотим, поэтому, соответственно, нужно действовать именно так, как я вам сказал. Ну, по крайней мере, стараться это сделать. Далее, в принципе, если вы позволите своему ребенку, как бы, впитать всю информацию, если вы поможете ему правильно понять то, что произошло, Ну, я думаю, что проблема не будет вас как-либо беспокоить, и со временем малыш просто намеренно перестанет вас спрашивать, но не сразу. Это, знаете ли, тоже важный момент. Сразу этого не произойдет, потребуется время, некоторое время для того, чтобы новая информация у ребенка прижилась, чтобы он усвоил ее, сделал своей, и, по сути, научился ее использовать правильно. И здесь достаточно сложные, задействованы процессы, будем, как бы, честны, здесь задействованы и внимание, и автоматизация, и так далее. Но, с вашей поддержкой, я уверен, у него все получится. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что то, что я сказал, было полезным. Я бы рекомендовал вам, так сказать, планомерную, недоплевую работу с ребенком по принятию, во-первых, факта наличия болезни как таковой, но при этом правильно осветить, при этом правильно осветить роль медицины, врачей и докторов, как контрмер при болезни. То есть, вы, наверное, не будете спорить, что ребенок сейчас видит только, ну, перед собой только болезни. Он не отдает себя чертам, что их можно лечить. Соответственно, данный противорез, данный, данный, вот, феномен, нужно дополнить. Потому что картина мира у ребенка сейчас не полна. Соответственно, если вы это сделаете, то ситуация будет улучшаться. Если у вас остались вопросы, буду рад помочь вам, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!